Какие болезни даются за какие грехи? В духовном плане тело и душа – единый механизм, поэтому существуют духовные причины болезней. Грех настолько нарушил природу человека, существует ли взаимосвязь тех или иных заболеваний с конкретными грехами, присущими конкретному человеку? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, потому что грехи человеческие бесчисленны, как песок морской. Если бы Господь проявлял бы к нам не милость, а справедливость, каждый из нас бы заслуживал тихчайших наказаний и тяжелейших болезней. Но, к счастью, так не происходит. В этом нет никакой человеческой заслуги, только Господь Бог по великой своей милости ведет каждого из нас теми путями, которые лучше всего подходят для нашего спасения. Болезнь не всегда является наказанием или прямым следствием какого-то одного конкретного греха. Мы не можем достоверно знать, почему Господь приготовил нам именно такой путь, но должны смиренно доверять Его промыслу. В таком случае любая болезнь может привести большую духовную пользу человеку. Для более ясного раскрытия сути нашей темы приведем работу некоторых духовно-религиозных авторов и священников. Так, Печенкин является духовно-религиозным писателем, который объединил научно-религиозные учения о Боге и Мироздании, природе и человеке в единую гармоническую систему. Любую болезнь, и физическую, и психическую, Печенкин объясняет присутствием в человеке разрушительной энергии, которую он сам и создал. В статье протоиерея Мороза все существующие болезни объединяются в две группы. Болезни, возникающие вследствие нарушения естественных законов природы, от неправильного питания, перегрева, переохлаждения, переутомления, и болезни, возникающие вследствие нарушения духовных законов Вселенной, заповедей Божиих. Данный автор подчеркивает, что если болезни из первой группы можно излечить с помощью медицины, то болезни второй группы невозможно вылечить таким способом. Православные специалисты пишут много о взаимосвязи грехов и болезней, но советуют не доверять слишком такой взаимосвязи, так как точные причины болезней полностью не изучены. Поэтому не стоит надеяться, что перестав совершать какой-то грех, вы избавитесь от телесного недуга, зависимости или психического заболевания. И все же существует некоторая взаимосвязь между заболеваниями и грехами. Например, если человек нарушает свою свободу, попадает в зависимость, например, пьянство, то у него могут заболеть легкие и сердце. Тоска разрушает сердце, как и конфликты с окружающими. А гнев часто становится причиной инфарктов и инсультов. Но не всегда причины болезни лежат в православии на поверхности, поэтому церковь отрицательно относится к трактовкам, связанным с греховными причинами болезней. Если только это не доказано с научной точки зрения, и призывает лечить болезни официальными средствами медицины, а не только исповедоваться и читать молитвы. Рассматривая причины болезней, Мороз отмечает, что болезни даются Богом в следующих случаях. За грехи, для искупления и очищения от грехов. За грехи родителей, для спасения души родителей заболевают дети, чтобы родители одумались и изменились. В связи с особым жизненным призванием ребенка, для воспитания смирения и терпения, для недопущения к злым и гибельным поступкам. Протоиерей пишет, что болезни вызываются различными страстями. Далее автор приводит православное объяснение духовных причин болезни некоторых органов человека, например, болезни сердца. Согласно христианскому представлению, сердце является центром духовной жизни человека. Так, православие считает, что расплатой за гнев и злобу являются такие болезни, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, сенокардия, инфаркт миокарда, инсульты, мочекаменная и желчнокаменная болезни, неврастения, психопатия, эпилепсия. Расплата за тщеславие, которая сопровождается гневливостью, это болезни сердечно-сосудистой системы и нервно-психические заболевания. Учитывая то, что у человека болит то, чем он грешит, религиозные авторы приводят следующие причины болезни. Маловерие приводит к болезни вен. Нарушенная система ценностей приводит к диабету. Чревоугодие приводит к гастриту, язве и другим болезням пищеварительной системы. Зависть приводит к заболеванию печени и желчного пузыря. Обиды приводят к болезням органов грудной клетки. От зловония разрушаются зубы. Агрессия к противоположному полу приводит к болезням мочеполовой системы. Прелюбодействие ведет к самым страшным дурным болезням. Непрощенная обида ведет к онкологии. Жадность и ревность ведет к болезням почек. Избыточное чистолюбие ведет к болезням надпочечников. Хитрость ведет к болезням желудка. Зацикленность на прошлом ведет к болезням позвоночника. Мнительность приводит к болезням лимфы. Нежелание иметь детей. Предохранение и аборты приводит к болезням органов в области живота и таза. В книге православного врача Зорина «Встань и ходи» дается более подробный перечень грехов и связанных с ними болезней. Церковь считает, что причиной многих болезней является греховный образ жизни. История нашей Церкви имеет немало примеров, в том числе и официально задокументированных, когда искренняя молитва с верой и упованием на Господа поистине творила чудеса. Православный христианин не должен впадать в крайности. Безусловно, в любые болезни и немощи нужно исповедоваться, причащаться, молиться и идти в храм. Но при этом необходимо и обращаться к врачам, выполнять их назначения и рекомендации. Согласно иеромонаху Берестову, многие страсти начинают развиваться у человека с раннего детства. Чревоугодие, обжорство, сластолюбие, страсть к особо вкусным лакомствам и другие. Причиной серьезных болезней у детей являются грехи родителей или других близких в роду, дедушек и бабушек. Говоря о взаимосвязи конкретного заболевания и греха, встает вопрос, «А всегда ли существует такая взаимосвязь? Всегда ли болезнь – это наказание за грех? Или Господь посылает нам испытания для чего-либо другого?» Святые отцы уверяют нас, что далеко не всегда болезнь – это наказание. Всемилостивый Господь очень часто не наказует своих чад, ведя их другими, только Ему ведомыми путями ко спасению. По учению святых отцов нет никаких духовных препятствий пользоваться достижениями медицины. Первое, что нужно сделать – искренне покаяться, пересмотреть свою жизнь. Только в этом случае вы сможете высвободить энергию, чтобы дать организму силы на борьбу с заболеванием. Для начала продумайте вполне земные причины, которые могли привести к болезни. Очень часто болезни приводят неумеренность в еде и употребление напитков, что является грехом. Следующий этап – приведение в порядок духа. В церкви считается грехом нарушение любого закона любви, в том числе и к себе. Даже священники спрашивают иногда на исповеди, не наносили ли вы вред своему здоровью. Поэтому стоит постараться простить обидчиков, не нарушать режим дня и заботиться о своем организме. Чаще всего в основе болезни позвоночника лежат не духовные, а физические причины – травмы, падения. Но в любом случае, чтобы дать организму шанс восстановиться, нужно покаяние и здоровый дух. Только в этом случае болезнь можно победить. Субтитры создавал DimaTorzok